Доброй ночи. Добрый. Как дела? Что делаете? Хорошо, делаем особо ничего. Что-что? Что-то плохо слышно. Что делаете? Особо ничего говорю. Особо ничего. Праздник отмечаете? Какое именно? Освобождение Херсона. Что там отмечать? Все предсказуемо. Ну, все равно праздник. Все-таки людей из-под оккупации освободили. Ну, я не украинец, как бы. Ну, я тоже. Мне кажется, на Беларуси это нормально влияет? Ну, смотря каких-то взглядов, естественно. Каких взглядов? А каких взглядов это не влияет? Про российских. Даже если ты про российских взглядов, все равно это на Беларусь влияет. Я не знаю, я равнодушен к теме политики. Я считаю, что лезть туда не стоит. Ну, при чем то есть политика? Там людей убивают и... Людей убивают по всей планете. Не только в Херсоне. Ну, зато не только в Херсоне, по всей Украине. Но эта страна очень похожа на нас. Живут такие же люди в таких же домах, как мы. Одно дело смотреть, что делается в Афганистане, например, или в какой-нибудь Индии. А другое дело смотреть на города, которые похожи один в один на белорусские города. Для меня человек есть человек. Суть не меняет, я знаю. То есть, ну хорошо, тогда другой уровень, что типа сегодня в Украине тысячами убивают. На всей планете нету другого такого конфликта, где так много людей умирает в день. В гражданских войнах в Африке умирало больше буквально лет. Умирало? Это в прошедшем времени? То есть это прошло, они разрешились? А какая разница? Кем тогда было все равно? Ну как же было все равно, если эти конфликты все равно пытались как-то разрешить? И он отправлял эти голубые каски туда? Их разрешило американское правительство, которое потом все ресурсы континента к себе под руки прибрало. Все ресурсы африканского континента Америка к США себе прибрала? 70-70% ресурсов Африки принадлежат не государству, а частным фирмам. И государственным тоже. Из других стран. Из других стран или только из США? Ну в основном это США преобладает. И Китай. Ну США больше. США и Китаю принадлежат. Ну да. Африка, современная колония. Ну может тогда будут новые революции, которые национализируют это? Он как в Венесуэле было пришел. Ну что они там сделают? Дай им банан, они уже рады будут. Ну вот в Венесуэле, пожалуйста, был же этот Уго Чавес. Он национализировал всю нефтяную промышленность. Сейчас Венесуэла одна из самых процветающих стран на планете. Тоже верно. Но я бы не назвал ее одной из самых процветающих. Это была ирония. Или вот, например, США в Ирак пришло за нефтью. Кто сейчас в Ираке нефть качает? Кто все ресурсы Ирака получает? США, наверное? Россия. Как так получилось? Там более тяжелый конфликт, так сказать, был. Ну то есть здесь в России, в Украине это битва за ресурсы опять же, да? Нет, эта битва не за ресурсы. Никто не знает, за что эта битва. У политиков свои идеи, свои мысли, свои цели, которые простому народу узнать не всегда дано. Ну простой народ может же какие-то мысли по этому поводу иметь? Ну вот видите, это просто мысли. Это просто догадки. Люди едят то, что им показывает СМИ. И та, и другая сторона ведет свою пропаганду. Так что выбрать верную сторону ты сможешь никак, по сути. Ну вот заявление, что Россия напала на Украину, это пропаганда или это реальность? Ну, естественно, политические причины у них имеются. Обоснования. Россия напала на Украину? Да, Россия напала на Украину. Так и есть. Украина защищает свою территорию? Да, я спорю с этим. Я просто... Это же не пропаганда. Пропаганда это... Да, да. Может там быть... Я даже не знаю, к этой войне что применить. Какая украинская пропаганда в этой войне? Я просто не могу понять, что вот украинцы говорят неправду в данном случае. То есть какая есть украинская пропаганда? Информационная война является одним из важнейших ходов войны. Точно так же, как и кайзерская экипания. Ну, расскажите какую-то ложь с украинской стороны. Вот просто вот они вот это сказали... Откуда я могу знать, это ложь или нет? Я просто вам говорю факт. Так вы говорите пропаганда с двух сторон. Я просто... Я слышу... Я российскую пропаганду могу привести, как они врут. Пропаганда это не значит, что это ложь. А украинскую... Я даже не знаю примера украинской пропаганды. Пропаганда это не значит, что это ложь. Ну, хорошо. Просто пример украинской пропаганды. Вы сказали, что с двух сторон идет пропаганда, правильно? Да. Я знаю российскую пропаганду. Могу кучу примеров российской пропаганды привести. Украинская пропаганда в чем? Примеры, которые вы на телевизоре увидели. А? Которые вы на телевизоре увидели, примеры. Ну, например, в телевизоре... Я больше в интернете, я, честно говоря, телевизор не смотрю. Но, наверное, в телевизоре есть. Вся американская телеиндустрия, все, что угодно, связанное с новостями, будь то national geographic... В чем тут американская телеиндустрия? Я говорю про украинскую пропаганду. Я имею в виду, что это все контролируется евреями. Ну, если вы не знаете. Естественно, они могут отвертеть, как им выгодно, как они захотят. Так у нас сионистский мировой заговор. Нет, я бы не сказал. Хорошо. Так, американское телевидение контролируется евреями. Да. Можете посмотреть топ-менеджеров американских крупных телекомпаний, телеканалов. Ну, верю. Предположим, это так и есть. Контролируются евреями. Все они евреи по происхождению. Окей. Все они евреи по происхождению. Там это странно, мне кажется. Ну, как минимум. Ну, у меня много знакомых евреев, которые очень предприимчивы. Я думаю, что это от этого... Я не хочу сказать, что это национальность. Я думаю, что это связано с религией. То есть, иудаизм очень конкретно делает из людей предприимчивых. Ну, хорошо. Меня не смущает... Так же, как меня не смущает, что большинство баскетболистов черное. Почему я должен смущать, что большинство владельцев американских СМИ евреи? Смотрите, у вас сзади висит погоня, да? Да. Вы были в Белоруссии во время митингов и так далее? Нет, если вы говорите про 20-й год, то я эмигрировал раньше. Но я был на митингах и прочем в 99-м, 2001-м, 2002-м годах. И задерживался тогда. А у меня эта площадь перемен находится прямо под окном. И все эти митинги приходили у меня. И глядя на то, что... То есть вы на этом... Какой там Сторожовский тракт, как он называется? Да. И у меня, допустим, отцу люди, которые были на митинге, полностью покромсали, побили машину, когда они приходили на парковку, которая там стояла, разбили стекла, шины прокололи. Из-за российских номеров, которые у него там были. Хотя я белорус, и вся моя семья белорус по происхождению. Вы думаете, это нормально? Нет, не нормально. Ну, видите, поэтому я не поддерживаю ни одну из политических сторон, я сохраняю политический нейтралитет и разговоры про политику тоже. Как это вообще связано? То есть если, например, мне побьют машину еврей, я должен ко всем евреям относиться плохо. Вот вы привели пример с машиной. Это в зависимости от... Змогары разбили машину отца, потому что он с российскими номерами. Да. Поэтому все змогары и все их идеи и все их стремления кончены. Такая, то есть как логика идет. А зачем тогда этот пример? Тут дело больше зависит от контекста ситуации происходившего. Я вам честно говорю, я сижу в четверг рулетки, что ну не про политику, про политику можно подгородить себя в другом месте. Так это не политика. Я не хочу, чтобы людей похожих на меня... Смотрите, у меня родственники и друзья в России живут, родственники и друзья в Беларуси и родственники и друзья в Украине. Получается, что мои родственники и друзья друг с другом воюют и друг друга убивают, как вы правильно сказали, не пойми за что, даже нету цели. И чтобы это прекратить, достаточно России вывести свои войска с Украины. Все. На этом все сразу закончится. Все эти убийства. Нет, не все так просто. Ну и все так просто, конечно, если при этом говорить, что управляют американскими средствами массовой информации евреи, я говорю, Россия нападает на Украину, правда надо выйти, а вы говорите, евреи управляют средствами массовой информации в Америке. Как это вообще все связано? Все не так просто, потому что средствами массовой информации в Америке управляют евреи, поэтому все не так просто. Да. Именно поэтому. Да. Это одна из... Ну, не именно поэтому, это одна из причин, почему так происходит. Это было в рамках информационной войны. Угу. Я вам говорил, что американскому правительству очень удобно вести свою пропаганду. Угу. Когда все телеканалы и так далее, скорее всего, ну, можно предположить, действуют сообща. Какому американскому правительству? Тут, поставь, вот тут выборы были буквально на прошлых выходных. Сейчас республиканцы забирают контроль над Конгрессом и над Палатой представителей. Какое американское правительство? Они все вместе, то есть Байден вместе с республиканцами договариваются о том, чтобы вести единую пропаганду. Байден такой цепил, с кем он договаривается. Он три слова не может связать. С кем он договаривается. Хорошо, еще Байден ни с кем не договаривается. Какое американское правительство, если тут поменялись люди? Даже приходят другие люди. Это не все то же самое, что сидят 20... Сколько там Лукашенко у нас сидит? 28 лет уже. Один и тот же человек. Правительство – это не сила, а верхушка. А кто? Я бы не знал даже. Ну, это смешно прозвучит, но что-то наподобие каких-то ротшидов, ротфилеров. Опять евреи. Ну, да. Короче, евреи управляют миром. Ну, не то что миром, но приличной его частью, как в нем, да. Мне просто интересно, откуда у вас... Ну, вот вы же эту всю информацию тоже откуда-то берете. То есть, это не, типа, не белорусская пропаганда, не какая-то там американская пропаганда. Вот откуда у вас пришло? Как вы дошли до этой мысли, что евреи управляют миром? Я просто 2 плюс 2 могу сложить, и у меня есть свое мнение, которое я не вижу смысла никому доказывать. Нет, я не собираюсь как бы просить доказывать. Мне интересно вот это. Одна двойка и вторая двойка. Просто интересно, вот что вы складываете. Это о топ-менеджерах в компаниях, вот так далее. Это все в свободном доступе в интернете. Проблем этого как бы найти нет. В Википедии та же самая. Там это все присутствует. Так что, ну, особо я проблем не вижу. Нет, ну, прошу евреи, топ-менеджеры в компаниях. Ну, это вы видите, почему они управляют миром при этом, вы так считаете? Потому что, ну, средства массовой информации американцев... Я, например, не смотрю ни американское телевидение, не читаю американских газет. Ну, а другие люди смотрят. И они находятся под американской пропагандой, которая пропагандирует что? Мужчина, вы очень, как бы я выразился, узко мыслить, я бы сказал. Возможно. Так я же пытаюсь, я хочу... А я не хочу, понимаете? Расширить свой кругозор, услышать ваше мнение, чтобы... Что? Я хочу просто скинуть диалог. Я не вижу смысла. Я ненавижу разговоры про политику, я вам скажу так. Мне это неинтересно, как бы. Я люблю читать, да, я там древнегреческую философию люблю. Но политика, да, это аспект, один из аспектов нашей жизни, но в моем кругозоре интересов она не стоит на каком-либо значимом месте. Это то, что происходит в нашем мире, то, что простому человеку не под контролем. Но она же влияет на нашу жизнь, политика, правильно? Да, естественно, влияет. Конечно, надо знать, кто такие республиканцы, кто такие демократы, кто за что, что за что, но не более. Надо знать историю, естественно, история циклична. На этом все. Ну, как-то так, да. Жалко, хотел расширить свой кругозор. Останусь тем же узким. Тут такие дебаты просто, понимаете, происходят. Так я же не дебатию, я же вас ни в чем не убеждаю. Я именно спрашиваю. Просто вот непонятно, если евреи управляют всеми средствами массовой информации США, как это связано с Россией и Украиной, войной в Украине. Они могут подавать информацию в том виде, как им это будет выгодно. Ну, естественно, они могут и подают. Да, так и есть. Будь то украинская сторона и так далее. Будь то ненависть к России, разжигание ненависти у простого народа. Точно так же делается Россия. Так что это разжигание ненависти? Россия напала на Украину и убивает там людей. Россия сама разжигает ненависть к себе. Это даже не надо никак подавать. Просто вот информация. Россия напала на Украину и убивает там людей. Да. Это даже не надо никак подавать и пропагандировать. Просто это факт. Я имею в виду просто различного рода конкретику и так далее. Огромное количество военных преступлений легко фальсифицировано. Сделать как бы фальсификацию их. Эту фальсификацию подать простому народу. Простой народ это схавает. Ну, то есть берем бучу, да? То есть, например, буча это фальсификация. Нет, я не говорю это. Я сказал, какого-либо рода фальсификацию. Я же не могу знать, что верно, что нет. Средства массовой информации в данный момент смотреть толка нету, чтобы просто увидеть здравый смысл определенного действия. Да, там война есть, да, война идет. Ну, окей, да, напали, все. Как бы больше особо знать простому человеку, что да как, ну, не да но. Слушайте, а вот мне просто интересно такое довольно антисемитское у вас отношение к людям. А Холокост был? Да, был. То есть это все-таки происходило, что евреев убивали? Да. Вы думаете, было за что? Не было, естественно. Это же все исходит от логики нациста. Это превосходство арийской расы над другими. И особенно евреями. А у немцев к евреям была отдельная ненависть. Когда после Первой мировой войны на территории Германии благи, перимпляция, люди умирали от голода и так далее. Еврейское население руководило банками. Евреи были врачами, евреи были юристами за счет своего уровня образования. И евреев просто, Адольф Гитлер, на тот момент канцлер Германии, просто сделал козлом отпущение своей предвыборной кампании, что он поднимет Германию с колен, выгонит евреев с Германии, которых так и навидело и завидовало им простое население. И после этого в ходе войны уже и начался халкос. Тут нет даже повода спорить. А почему сейчас у вас к евреям такое отношение? У меня непредвятые отношения. У меня нет предвятых отношений ни к одной из разных. Но вас почему-то смущает, что все владельцы... Нет, меня не смущает. Я вам просто говорю, что средства массовой информации являются под контролем определенной группы людей. И вы думаете, они действуют не... В плане того, чтобы получить прибыль, а чтобы пропагандировать... Нет, они действуют как раз таки и с целью выгоды для себя. Мы же не знаем, какая для них это выгода. Увеличение поставок оружия на Украину, допустим, тот же самый, за счет которого они могут получать копеечку и так далее. Мы же не знаем точно. Нет, ну понятно, что на продаже оружия или на поставках оружия в Украину много людей обогащается. То есть я не буду говорить, что все США в едином порыве за свободу Украины сплотилось. США в принципе зарабатывают на любой войне. Им любая война выгодна. Ну вообще как бы и Россия тоже на любой войне зарабатывает, потому что два главных продавца оружия на данный момент в мире это Россия и США в любом случае. Так что и Россия... Оружие для чего? Для каких стран? Для многих. Нет, весь мир сейчас не пользуется российскими вооружениями. Ну сейчас-то да, посмотрев на рекламу, которая прошла в Украине. До этого в условия НАТО входило то, что они не имеют права закупать вооружение стран, которые в него не входят. Я не услышал, что в условия НАТО входило что? Они не закупали оружие у стран, которые не являются членами НАТО. Особенно в крупных каких-то... Подавляющее большинство стран мира не является членами НАТО. Да. А члены НАТО лидируют по производству оружия на территории Европы, бронетехники и так далее. Те же самые немецкие танки в самой лучшей в мире считаются. Так, ну, хорошо лидируют и что? Ну, в смысле лидируют? Я, ну, подвожу из злого к тому, что российское вооружение они не закупали. В НАТО не закупало российское вооружение, да. Да. Ну. Россия в другие страны продавала, не в НАТО? Что это такое в НАТО? Россия продавала в страны третьего сорта. Какая разница? Деньги-то те же самые. Нет, деньги не такие крупные. Ну, я не хочу просто сейчас идти искать сравнение. Там по стоимости продаж, по количеству получаемых денег недалеко они все находятся. Даже если считать, что... Ну, я могу сказать, что Украина это, как по мне, просто пешка Евросоюза. Им удобно напичкаться украиновооружениями, чтобы они гасили друг друга туда-сюда. Ну, конечно, никто не хочет сами воевать с Россией. Им удобно, что Украина воевать с Россией. Ну, Украина просто пешка Евросоюза. То есть, вы думаете, что украинцы такие... Мы бы с удовольствием сдались, но так как нас Евросоюз заставляет воевать, придется воевать, так? Не было бы у Украины всех пакетов, которые им выделили, не было бы у них такого спонсирования от Евросоюза в сумасшедших масштабах, как по выражению, так в финансовом плане. Война бы была проигрывана довольно быстро. Ну, ведь с этим я не соглашусь, потому что финансирование и поставка оружия пошло даже, по-моему, не на второй месяц. То есть, вначале украинцы своими силами остановили армию России. И они сами говорили, что у них закончились уже снаряды и так далее. Да, а потом уже пошла поставка вооружения. Армию, благодаря нему, они так железно и держатся. Ты же за два месяца, за месяц... Они не просто держатся, они перешли в контрнаступление, потому что в интересах ЕС и США, и марионетками которых является Украина, надо, чтобы Россия проиграла, а не просто стояла... Она не то, что... Россия не может проиграть, она может ослабнуться. Не может, Россия не может проиграть, да? Ну, вы думаете, что Украина возьмет нахуй и за пределы Украины просто выйдет, начнет захватывать российские регионы? Нет, 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 для меня... И как Наполеон дойдет на мосты? Нет, нет, проигрыш России это когда Украина отобьет все свои территории. Естественно, Украина дальше не пойдет. Я ничего не знаю. Тот же самый Афганистан длится десятками лет. Точно так же боевые действия. Такая ситуация может быть с Украиной. У них боевые действия на стране могут идти 10-20 лет и больше. Не понял. Как они могут там идти, если они выбьют россиян со своей территории? Какие там действия будут идти? Россияне обратно вернутся. То есть, вы думаете, у России есть... То есть, они сейчас отступают и Россия откуда-то изыщет резервы, откуда-то это все возьмет. Ну, так Россия же не всю армию отправляет. Максимум там одна четвертая, одна пятая. Так и украинцы не всю армию. Нет. В Украине даже призыв в этой осенью не проходил. Настолько... Они воюют во все силы Украины. А, Украина во все силы воюет, а Россия... Так, буквально... Ну, да. Пушечного мяса поднабрали, чтобы основные квалифицированные ресурсы не тратить и отправлять его на фронт. Это про Россию сейчас? Да. А квалифицированные ресурсы сидят, ждут своего часа, чтобы уже ударить, так ударить? Ну, они ждут на всякий случай в запасе. Вдруг нападение будет не только с украинской стороны. Не, ну это понятно, что они не могут всю армию отправить. Так, извините, и украинская армия персидит, ждет нападение со стороны Беларуси. Там же тоже не все войска на фронте находятся. Да. Так со стороны Беларуси уже ведется нападение. Ну, это российскими войсками, имеется в виду, что еще и белорусские войска могут купить. Беларусь в этом замешана. Да, Беларусь в этом замешана. Кстати, вы считаете правильно, что дали нашу территорию для атаки Украины ракетами и войсками? А в Беларуси выбора не было. Кто-то спрашивает. То есть опять мы ничего не решали, да? Ну, решал царь. Угу. Правильно, неправильно, нельзя считать. У страны не было выбора. Да, мы там получаем газ за копейки. Да, там нефть мы за копейки получаем. Да, у нас сниженные проценты на получение российской продукции любой. Минимальный буквально. Навоз и продажу российской продукции на территории Беларуси и у нас различные льготы для российских компаний. То есть группа Беларусам выгодна сотрудничество с Россией. Но бесплатный сыр только в мышеловке. Беларусь является коридором, мостом в Европу. Всегда была полем действия и всегда была марионеткой. Поэтому выбора особого нету. Просто так. А лучше быть марионеткой России или Евросоюза? Евросоюза, естественно. Но чтобы стать хорошей марионеткой, надо десятки лет. Чтобы установить порядки Евросоюза и так далее. Это же не за секунду происходит. Ну, как-то так, да. Ну ладно, я думаю, что можно... Да, побеседовали? Да, закончить на этом разговор. А вы кто по образованию? Ну, культуролог. Культуролог? Весьма статусно. Статусно? Да. По-моему, так себе профессия. Не. Статусно я имею в виду в плане информационного ресурса. Если так можно выразиться. Деньги — это так уже. Не в больших деньгах счастья. Ну, то есть, знаю много обо всём, но конкретно... Ни о чём конкретном, да? Да. Такое. Анна, спасибо за разговор. Хорошей ночи и выходных. Вам тоже. Ну, в общем, вот такое у молодого белорусского поколения... Вот он живёт... Он сказал, что он на площади перемен живёт. Это на Сторожовском тракте такая фигня. Как раз вот два года назад там убили чувака. Вот. То есть, он в центре всего этого был. Ну, мне неинтересно было спрашивать, почему у отца российские номера, честно говоря. Это всё. Но то, что евреи захватили средства массовой информации Америки и контролируют войну в Украине и России, это, конечно... Ну, это вот этот... Опять же, что ты не можешь управлять своей жизнью, что какие-то масоны это всё за нас делают и какой-то всемирный заговор евреев в этот раз. Что он говорит, что он может... То есть, это я узко мыслю. Я узко мыслю. Он... У него евреи захватили средства массовой информации, но мысль узко я. Я его спрашиваю про это. Я говорю, откуда идея? Он говорит, я 2,2 складываю. Ну, расскажи мне про эти 2,2. Мне интересно узнать, что эти за 2,2. А что конкретно он сложил? У него получается, что он посмотрел, кто главы средств массовой информации или владельцы даже, наверное, владельцы средств массовой информации в США. Это оказались евреи. Значит, они виноваты во всём, что происходит. Да, получается, я узколобый. Усколобый и узкий. Я узкий. Ладно, наверное, можно на этом замечательном разговоре и закончить стрим. Да, кстати, возможно, что он как минимум хотя бы думающий. То есть, если бы это он сидел такой 40-летний, вот это вот такое нес, можно было бы погрустить, но видно, что он молодой. Я не знаю, лет 23, наверное, или 22, как-то так. Возможно, там на него действительно семья влияет, но мне кажется, что если он начнёт действительно 2,2 складывать, спонсирую средства массовой информации, продолжаем с тобой вести это Ротшильд? С тобой вести пропаганду украинской информационной войны. Это аванс. Нас рассекретили, остальная плата придёт с другого аккаунта, видимо. Да, спасибо, когда оставшиеся на 100 рублей, конечно, тут не пропагандируешь. Ротшильды могли бы и раскошелиться там на миллиончик. Я тут стараюсь для 170 человек, которые смотрят. Денежка, вот, 27 долларов. Вы понимаете, вот как раз идея того, что какая-то национальность покупает все средства массовой информации, чтобы пропагандировать какую-то свою одну повестку, то есть, вот такой картельный сговор, что ли. Вот это как раз узкое мышление. В его случае это происходит потому, что он думает, что можно всё контролировать, грубо говоря, если у тебя под началом какое-то средство массовой информации, что ты прям вот реально контролируешь всё. Он просто не знает, он ещё не сталкивался с работой в коллективе и особенно не руководил им никогда, когда ты даже трем людям не можешь нормально сделать так, чтобы они какую-то нормальную работу сделали, а он уже предполагает, что куча евреев вместе где-то собираются, вырабатывают единую повестку и вот это вот всё продвигается. для этого достаточно просто поработать в коллективе, чтобы понимать, что какой-то даже умный, с какими бы ты талантливыми людьми не работал, всё равно не будет всё идеально сделано и ты не можешь устанавливать мировой порядок в таком хаосе, которым является человечество на самом деле. Да, Путин не в состоянии проконтролировать одну страну, Ротшильд может контролировать мир через американские средства массовой информации. Кому вообще кроме самой Америки эти средства массовой информации интересны? Но чтобы это понять, с этим просто надо столкнуться, надо знать, как люди между собой взаимодействуют. Так как он с этим не сталкивался, очевидно, что он молод ещё и просто не понимает, как это бывает.